В этом видео мы продемонстрируем, как в Касперский Endpoint Security сделать программу доверенной и добавить веб-сайт в исключение. Защита от веб-угроз выполняет две важные функции. Блокирует доступ к фишинг-сайтам и потенциально опасным сайтам, анализируя адреса веб-страниц, которые открывает пользователь или программы. Проверяет объекты, загружаемые по протоколам HTTP, HTTPS и FTP, и блокирует вредоносные файлы. Для проверки ссылок используются четыре технологии. Проверка по базе вредоносных веб-адресов. Проверка по базе фишинг-веб-адресов. Эвристический анализ для обнаружения фишинг-ссылок. Проверка в Касперский Security Network. Для проверки файлов используются все доступные средства. Сигнатурный анализ, эвристический анализ и Касперский Security Network. Проверим, как работает защита от веб-угроз в случае, если попытаться скачать архив, содержащий тестовый вирус по протоколу HTTPS. Попытка загрузки вредоносного архива по HTTPS будет заблокирована. С настройками по умолчанию Касперский Endpoint Security запрещает загрузку файлов. Такое поведение необходимо, чтобы пользователи не имели возможности загружать опасные объекты или посещать опасные веб-сайты. При попытке открыть запрещенный веб-ресурс или загрузить зараженный объект, в браузере будет показано уведомление о том, что загрузка заблокирована Касперский Endpoint Security. Можно исключить проверку сетевого трафика, если в этом есть необходимость. Рассмотрим на примере с PowerShell. Для этого, изменим политику Касперский Endpoint Security. Добавим PowerShell в список доверенных программ. Откроем окно свойств политики Касперский Endpoint Security. Перейдем в раздел «Общие параметры». Исключения. Нажмем кнопку «Настройка» в разделе «Исключения из проверки» и «Доверенная зона». Откроется список исключений. Перейдем на вкладку «Доверенные программы». Добавим путь к исполняемому файлу программы PowerShell в список доверенных программ, с опцией «Не проверять только зашифрованный трафик». Сохраним настройки и политику. Подождем, пока политика применится. Проверим, будет ли Касперский Endpoint Security проверять сетевой трафик, после того, как мы добавили PowerShell в исключение. Отметим, что теперь трафик не проверяется и тестовый файл можно сохранить на устройство. Можно не отключать проверку сетевого трафика для конкретного приложения, вместо этого сделать веб-адрес доверенным. Отключим использование PowerShell в качестве доверенной программы. Откроем окно «Свойств политики» Касперский Endpoint Security. Перейдем в раздел «Общие параметры», «Исключения». Нажмем кнопку «Настройка» в разделе «Исключения из проверки» и «Доверенная зона». Отключим использование PowerShell. Не сохраняя изменения перейдем в раздел «Базовая защита». «Защита от веб-угроз». Нажмем кнопку «Настройка», перейдем на вкладку «Доверенные веб-адреса». Добавим адрес «звездочка» и «кар.орг слэш звездочка». Сохраним настройки и политику. Подождем пока политика применится. На устройстве пользователя проверим, будет ли заблокирована загрузка проверочного вредоносного файла с сайта, который добавлен в «Исключение». Отметим, что блокировки нет. Сетевые компоненты «Защита от почтовых угроз» и «Защита от веб-угроз» не потребляют много ресурсов. Наоборот, они позволяют защите от файловых угроз проверять меньше файлов и улучшают производительность компьютера. Защита от веб-угроз – единственный компонент, который защищает от фишинг. Он же защищает от новых угроз, которые распространяются через известные вредоносные веб-сайты. Не выключайте сетевые компоненты «Защиты», это не повлияет на производительность, но ухудшит защиту. Если защита от веб-угроз или защита от почтовых угроз ошибочно удаляют файлы, блокируют веб-сайты или мешают работе сетевых программ, настройте «Исключение». Опция «Не проверять только шифрованный сетевой трафик для доверенных программ» распространяется на компоненты «Защита от почтовых угроз», «Защита от веб-угроз» и «Веб-контроль» и не распространяется на компоненты «Сетевой экран» и «Защита от сетевых угроз».